И снова о туризме поговорим, друзья. Всех приветствую. В Крыму за 7 месяцев этого года отдохнули свыше 5 миллионов человек, что на четверть превышает показатели до ковидного 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Процитирую, турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019-го. Только за два летних месяца в июне и в июле в республике отдохнули свыше 3 миллионов туристов. Это в два раза больше, чем за тот же период 2020-го, и на 13% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года, написал глава региона. Количество туристов, конечно, отражается. И то, на чем они приезжают, а большая часть их приезжает как раз на автотранспорте, на личном автотранспорте, есть и такие цифры. То есть более половины, 60% турпотока прибыли по Крымскому мосту. Отражается, конечно, и на инфраструктуре, и создает определенную антропогенную нагрузку. Естественно, это и в том числе отходы, ну уж простите, да, тот мусор, который оставляют туристы. И мы об этом все время говорим в наших эфирах. О том, что значит такой человеческий поток в Крым для нас, для полуострова, будем говорить со специалистом, доцент кафедры туризма и факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского, Игорь Вахрушев в нашей студии. Игорь Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Борисович, давайте начнем, пожалуй, с антропогенной нагрузки на Крым. Какова она и насколько сильно влияет на полуостров? Есть определенные системы, которые рассматривают при подходе в учет и статистике. Мы видим, что статистика сейчас бьет рекорды, и я еще говорил это в марте, по-моему, и в вашем эфире, и на пресс-конференции, что мы, скорее всего, в этом году, по окончанию сезона, получим в пределах 8 миллионов. То есть мы видим, что все к этому идет. Казалось бы, стоит радоваться и стоит веселиться по поводу того, что Крым популярный регион. Действительно, это так. Но основная часть нашей нагрузки рекреационной в Крыму все же приходится на купально-пляжную рекреацию. Что бы мы ни говорили, но Крым ассоциируется среди наших туристов именно как купально-пляжный отдых. И уже дополнительно все остальное. Экскурсионные программы, какие-то, возможно, активные формы передвижения и так далее. Но, как ни крути, в Крым едут именно за солнцем и за морем. Тут есть момент такой, что у нас есть противоположная Турция, которая сейчас все время борется с Крымом, или мы с ней боремся, еще неизвестно. Но нужно понять, что купально-пляжный отдых в Турции, он тоже достаточно специфичный. И здесь даже Крым в определенной степени выигрывает. А в Турции, особенно на Средиземноморском побережье, активно в море не купаются. Достаточно высокая соленость, связанная с геологией определенной, особенностями циркуляции воды. У нас же настоящая таласотерапия, да, то есть это оздоровление через купание в морской воде. Вот, и это тоже несомненный плюс. В Турции в основном купаются это при отелях, существуют большие, достаточно бассейны. В том числе с морской водой. В том числе с морской водой, но это, конечно же, не тот эффект оздоровления, как, допустим, наше Черное море. Да, и сейчас в Турции это совсем не просто из-за пожаров этих, да, поэтому тут еще и этот фактор играет роль. Да, здесь антропогенная нагрузка повышается, конечно же, на наши купально-пляжные ресурсы, а именно пляжи. Особенно пляжи Южного берега. Я неоднократно говорил о том, что нам необходимо провести серьезную экспертизу берега укрепительных сооружений. И практически все из них на данном этапе требуют реконструкции. Дело в том, что у нас пляжи, по сути, искусственные Южного берега. Они постоянно разрушаются деятельностью моря. И в советское время была применена очень интересная технология, она как бы зарекомендовала себя еще с конца 19 века. Это строительство определенных волнорезов, которые мы все с вами знаем. Да, конечно. Которые задерживают гравийный материал, который нужно все время подпитывать. Нужно все время привозить щебень. Это перед весенними, зимними штормами. Он сбрасывается на пляж, а потом он накатывается к сезону. А подпитка пляжей тоже такой статистики четко нет, поскольку она ведется в Крыму. Либо мы используем еще тот ресурс, который накопился в Советском Союзе. Ну, так и есть. Вот, поэтому, если мы не обратим на это серьезное внимание, не проведем определенную реконструкцию, мы начнем терять просто пляжи Южной бережи. Ну, смотрите, вот мы обращаем на это внимание сейчас, Игорь Борисович. Мы говорим об этом в эфире. Я абсолютно убежден в том, что и специалисты давно об этом в том числе говорят, обращают внимание властей. Ну, от кого это зависит? То есть, что нужно сделать тогда? Нужна какая-то определенная целевая программа. То есть, целевая программа. О, берега укрепления. Да, берега укрепления крымских пляжей. Где будет четко прописана идея основная, да? Будут прописаны мероприятия, ответственные стороны и примерные сроки. Можем ли мы сказать, что если этой программы не будет, и если этим заниматься не будем в ближайшее время, то мы просто будем терять пляжи? Море будет просто съедать эти пляжи. Конечно. Потому что мы же... Далеко ходить не надо. Посмотрите, что в Николаевке происходит. До сих пор море съедает постоянно метры, сотни метров пляжа. Николаевка, конечно же, тоже достаточно важный рекреационный регион. Да, но там всегда шла морская денудация. Это западное побережье. Там всегда происходит силу вращения земли определенных потоков наших, вот, Черного моря. Там всегда будет проблема с тем, что берег будет мыться, подмываться и разрушаться. Тут тоже есть определенные системы берега укрепления, минимизировать эти нагрузки. Но у нас очень важным являются пляжи Южнобережья. Это как бы наш центр туризма. Это уже мчужины, понятно. Да, здесь не такая сильная денудация, но он постепенно... Наши пляжи переходят в разряд природных пляжей. А таких осталось немного. Ну, допустим, известный памятник природы Гранильня Головкинского. Если кто-то из радиослушателей был, это в районе Лазурного Алушты. Вот это классический пляж, который существовал на южном берегу Крыма. Вот мы постепенно, если начнут разрушаться береговые укрепления наши, мы придем к таким пляжам. Он красивый. И в нем даже можно определенным образом купаться. Но это большие валуны, это определенные сложности при заходе в воду, это куча неудобств для туриста, прежде всего. То есть для того, чтобы создать удобство, нужно не просто от случая к случаю, а нужно постоянно смотреть за тем, что происходит с пляжами, заниматься подсыпкой, заниматься непосредственно укреплением пляжей. И это должна быть государственная программа. Да, это, прежде всего, должна быть государственная программа, и она должна быть системная и постоянная. Мы можем привести пример город Геленджик. Насколько там хорошо идет уход за пляжами. У них нет проблемы денудации. У них большая геленджитская бухта, там накопилось много достаточно хороших отложений пляжных, там пляж полного профиля. Но там есть проблема мусора, там есть проблема загрязнения песка. И там вплоть до того, что рано утром песок чуть ли не просеивается от мусора. И это позволяет как бы сохранить и достаточно санитарную обстановку пляжа, хорошую и так далее. А с другой стороны, мы говорим, что Крым может быть перегружен. То есть 8 миллионов. Конечно, огромное количество. Но давайте посмотрим тот же Геленджик, раз я уже начал о нем говорить. Из года в год Геленджик, это просто курортный город. Он принимает больше 4 миллионов туристов. Один только Геленджик. Один только город, да. Ну вот, пожалуйста, и для примера, и для сравнения. И, кстати, мы как-то делали несколько лет назад репортаж по Геленджику и говорили, как убирают там пляжи. Там просто уникальная система. Ну, то есть там вплоть до того, что окурков даже нет. Все или автоматизировано, или человек, или люди убирают. То есть это настроено все настолько, что практически нет мусора. То есть можно сделать так, чтобы не было мусора. Государственная программа, да. Государственная программа и местные власти, которые работают в этом направлении. Тоже немаловажно. Теперь смотрите, тоже вопрос. Какие проблемы, главные проблемы, с которыми мы можем столкнуться с таким количеством туристов? 5 миллионов туристов, 8 миллионов туристов. 60% из них едут действительно через Крымский мост. Кто-то на своем личном транспорте, кто-то на арендованном, кто-то на автобусах. Но это транспорт. Это транспорт, который приезжает сюда, который негде порой поставить, который создает пробки и так далее. Плюс это вот тот самый мусор, который оставляют туристы. Что это в перспективе может нам, чем сулить нам может? Ну, тут, естественно, понятно, что это все создает нагрузку на наши крымские дороги, на нашу природу крымскую, да, к которой тянется турист. Здесь выход один. Ну, во-первых, у нас уже есть крупные транспортные артерии. Вот последний этап трассы Таврида в Севастополе уже достраивается. Он сильно разгрузил, вообще трасса Таврида сильно разгрузила вот этот вот хаос, который творился на крымских дорогах. А нам сейчас нужно привести в порядок мелкие небольшие дороги, да, вот особенно южного берега Крыма, западной части. Тут не обязательно гнаться за каким-то расширением или повышением пропускной способности. Здесь нужно грамотно подойти к системе перехватывающих парковок. Если мы возьмем ту же Европу, с которой часто сравнивают Крым, если кто-то из радиослушателей был в Европе, той же Италии, Греции, тогда там очень узкие улочки, как-то экскурсионный транспорт разъезжается. Но эта проблема в основном решается перехватывающими парковками и организацией стоянок транспорта, особенно возле экскурсионных объектов. Другой момент. Многие едут в Крым, чтобы отдохнуть вот этой так называемой крымской романтикой, отдохнуть дикарем, встать где-то с палаткой, с автомобилем и так далее. Надо возрождать систему кемпингов. У нас сейчас есть модный подход, так называемые гемпинги новые. Жемпинги, да. Вот они такие вот модные элементы. Но они, прежде всего, гемпинги, они не автотуристские учреждения. Нужно возрождать организованные кемпинги, где будет организован сбор мусора, подведены какие-то коммуникации и так далее. Потому что те кемпинги, которые мы видим, проезжая в то же село Морское, район села Штормовое, Сакского района, это все стихийно организованные, по сути, стоянки транспорта. Если в этих популярных местах для туриста создать какие-то условия инфраструктурные, незначительные кемпинги, не требуют множества коммуникаций, каких-то моментов подведения электричества, организация туалетов и организация, естественно, вывоза мусора. Этого вполне будет достаточно. Если это поднять на определенном уровне, то мы, естественно, получим очень интересное тоже туристическое направление. Потому что в Крым тоже едут и за этим. В Крым едут и за этим, нужно и этим тоже заниматься. Но в Крым некоторые отдыхающие едут еще и за экстримом. Вот эту тему хотелось бы отдельно так поднять и поговорить на нее. Потому что, на самом деле, Игорь Борисович, мы понимаем, что значительная часть, по всем опросам, значительная часть туристов летом приезжает именно для пляжного отдыха. Абсолютно верно. Мы с этого начали. И, собственно, за этим морем, пляжем приезжают люди из разных уголков нашей страны и не только нашей. Но все время, там, две недели, три недели или месяц, сколько бы здесь человек ни находился, валяться на пляже, ну, просто нереально. И люди начинают искать приключений. Кто-то спокойных приключений ищет, то есть в туристических группах, идут в горы или осматривают достопримечательности, едут в экскурсионные туры. А кто-то хочет экстрима. Либо на пляже этот экстрим люди ищут. Это банан, катание на бананах, там, на каких-то катерах, на скутерах, на лодках. Либо же этот достаточно серьезный экстрим с походом в горы, скалолазание, джипинг, все что угодно, рафтинг. Ну, то есть люди придумывают всевозможные... Ну, рафтинг, вряд ли. Но, тем не менее, придумывают всевозможные способы, как себя развлечь. Причем не всегда это бывает безопасно. Вот что касается экстремального туризма. Первое, почему он набирает такую популярность? А второе, как все-таки не покалечиться, да и вообще не лишиться жизни в этом виде отдыха? Вы знаете, я вообще против термина экстремальный туризм как таковой. У нас есть в науке несколько подходов к этому вопросу. А я выступаю на той стороне, что термин экстремальный туризм не должен применяться. Когда мы говорим о термине туризм, мы прежде всего говорим о том, что наш турист защищен и обезопасен. Мы можем создать условия, при которых ему будет страшно, но при этом его полностью контролировать. И не подвергать жизни и здоровью этого человека опасности. А другой термин. Есть спортивный экстремальный туризм. Там, где занимаются профессионалы-спортсмены, которые подготовлены, которые готовятся специально. Ну, классический пример – это альпинизм. Туда просто так человеку не попасть. Новый вид спорта на Олимпиаде, кстати. Да, действительно, это очень хорошее событие такое. Вот, и здесь встает вопрос о том, что многие компании, которые организовывают так называемые экстремальные туры, теряют вот эту сущность. То есть они пытаются напугать человека, поместив его в реально опасные условия. Здесь подход только... При этом не контролируя в полной мере его. Да, по большей части так. Здесь, наверное, один из главных таких подходов – это, наверное, какое-то государственное регулирование через определенные лицензии, системы контроля и так далее. Вот. И сейчас очень популярны различные, там, не знаю, прыжки с веревками, да, так называемые, тарзанки и так далее. По Крыму. Нет даже компаний, которые официально оформлено этим занимаются. Может быть, одна-две. Большинство занимаются, это просто энтузиасты, которые когда-то прыгали и теперь предлагают такие услуги для туристов. И насколько это квалифицированные люди, сказать достаточно сложно. Вот. То есть здесь необходим какой-то контроль со стороны МЧС, возможно, да, возможно, какое-то лицензирование. Ну, ближайшее место, где безопасно прыгнуть с тарзанкой – это хайджек-парк в Сочи. Да, это международная франчайза, которая действует по определенной схеме, по определенной лицензии. Вот. И показатели такой, что таких объектов по миру существует очень много. И с 60-х, там, конца 70-х годов в этой сетке ни одного несчастного случая. Потому что так поставлена работа. То есть они следят за безопасностью? Там не просто следят, там с каждым работником раз в два часа проходит беседа психолог. А, даже так. То есть настолько, чтобы человек не отвлекся, когда привязанно там, допустим, веревку, или там муфтовал карабин, или проверял систему безопасности. То есть там четкая система, работа на то, что это действительно опасное мероприятие, и здесь нужно полностью обезопасить туриста. Вот это правильный подход. Ну, тогда мы же не можем полностью исключить вот даже тот же джиппинг. Мы не можем его убрать сейчас с полуострова. Или прыжки, или то, что люди поднимаются привязанными к моторной лодке, да, там, на несколько сот метров над землей, над морем, и парят там, да, и прыгают, и так далее. То есть это полностью исключить нельзя. Люди хотят этого. Но тогда нужно просто более четко следить за регулированием. И, наверное, призыв к людям, ну, сами, вы сами несете ответственность в данном случае. Нет, ну, в данном случае и к туристам, конечно, вопросов нет. Все хотят развлекаться. Все хотят испытать так называемый адреналин. Вот. Здесь вопрос государственного регулирования. Четкое, наверное, или лицензирование, где будут поставлены условия, которые должен соблюдать предприниматель, который организовывает эти услуги. Про джиппинг мы не раз говорили, по-моему, в эфире даже вашего радио о том, что я этот вопрос и поднимал и на телевидении, о том, что нужно создавать сертифицированные маршруты. То есть каждый джип-маршрут должен приходить определенную сертификацию. И там, конечно, кроме пейзажных ресурсов, кроме элементов экскурсионного показа и рассказа, нужно учитывать и крутизну склона, и различные другие моменты. Это должны заниматься специалисты. Качество техники, безусловно. И плюс, заодно еще, качество техники, которое выпускается на этот маршрут. Ну, и, наверное, квалификацию тех людей, кто за рулем сидит, потому что это тоже немаловажно, да? Это все требует как бы дополнительного исследования, или, допустим, дополнительных каких-то элементов, которые просто нужна какая-то рабочая группа, которая создаст эту дорожную карту, так сказать. Экстрим, вот, кстати, мы эту тему тоже поднимали, но некоторый экстрим может возникнуть даже в обычных экскурсионных турах, в пеших походах в горы на один-два дня или обзорные какие-то пешие туристические походы с утра и вечером вернутся. Почему экстрим может возникнуть? Потому что, как выясняется, сейчас есть немало таких гидов, которые не являются крымчанами, которые приезжают на заработок, условно говоря, на сезон в Крым, но считают, что они прекрасно знают тропы, маршруты, горы крымские и могут водить туристические группы. Гиды эти появляются в социальных сетях, делают сами себе рекламу, люди собираются, идут в такие походы и порой случаются неприятные ситуации. Вот давайте дадим совет, как обезопасить себя, как не попасть на такого псевдогида, да, и что нужно помнить? Во-первых, такие системы походов, да, так скажем, их перемещение по расчлененной местности, крымских гор, наши горы крымские, хоть они и домашние, я часто об этом говорю, но они все равно горы, несут определенные опасности. У нас есть и крутые обрывы, и склоны, и осыпные склоны, которые опасны для преодоления определенным образом. А гиды-экскурсоводы должны проходить определенную сертификацию, которые допускаются на вот эти участки. Сейчас у нас пока единой сертификации для экскурсоводов пока еще нет. И особенно отдельно для спортивных гидов, вот, которые занимаются именно экстремальным, ну, таком приближенным к экстремальному туризму. А здесь, прежде всего, обезопасить себя. Ну, сложно сказать, я скажу даже больше, что не только пришедшие извне занимаются. Есть люди, которые сами крымчане и думают, что они знают горы и могут после двух-трех походов, после опыта, да, такого, тоже заниматься в такой вот деятельности проводника. Тут момент, конечно, социальные сети, они, нужно понимать, что отправляться в поход через социальную сеть не стоит. Обычно такие люди, они снимают в себе ответственность, и основная идея, это как бы просто люди, собравшиеся по интересам. Мы просто с друзьями собрались и пошли. Да, то есть все это договорились в социальных сетях. Ответственность, как таковую, там никто не несет, да. Ну, по общетуристическим правилам, что ответственность будет нести именно тот человек, который организовал группу. Но при таких моментах очень сложно понять, кто организовывает эту группу. Обычно таких организаторов один, два, три человека, и точно до конца не ясно. Конечно же, обезопасив себя можно только тем, что отправляться в такие маршруты именно в составе организованных групп, которые организуют экскурсионные предприятия, возможно, туроператоры и так далее. А вот здесь мы, конечно, не получим тот контроль, который может быть получен при, допустим, государственной определенной программе, сертификации и так далее. Но все равно здесь существует уже юрлицо какое-то или предприниматель, который все же чувствует свою ответственность. И это будет более адекватно, более безопасно, чем пытаться идти вот в такой поход по интересам, как его можно назвать. Не занимайтесь вот таким экстремальным видом похода в горы, да. Все-таки обращайтесь как минимум к тем людям, которые этим занимаются давно и которые могут предоставить качественные услуги. Спасибо вам большое, Игорь Борисович. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Доцент кафедры туризма и факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Борисович Вахрушев был гость в нашей студии. Мы продолжаем.